Кто не смотрел предыдущие видео по игре Оверлорд, тот ничего не поймёт. Сто нарядов вне очереди! За что? Кокюинг! Баганат! Привет, мои адекватные и абсолютно разумные подписчики, с вами ваш друг. В предыдущем видео я поведал вам вкратце про сюжет игры Оверлорд. Вы узнали, как Тёмный Повелитель сломал героям их славные лица и чем всё это закончилось. Однако, это ещё далеко не всё и вообще это ещё не конец. С ума сошли что ли? Дело в том, что 15 февраля 2008 года к оригинальной игре вышло дополнение под названием Оверлорд Рейзинг Хилл. Именно в этом дополнении и поведана финальная история Тёмного Повелителя. А ещё меня порадовали комментарии людей, которые были искренне уверены, что я дебил и не знал о существовании этого дополнения. Вы чё думаете, я реально такой тупой? Есть! 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 Обидно. Данное дополнение начинается после убийства Мелвина и его можно проходить во время основной сюжетной ветки. Но! Для правильного усвоения данной истории будет полезнее проходить всё после окончания основной игры. Иначе будет некоторая путаница и ваш мозг суициднётся. Сама суть сюжета такова. На спелых калмах недалеко от кутежа открылись некие врата, а крестьяне как идиоты начали в них лезть, думая, что это врата в рай. Кстати, из-за корявости русификатора, который я поставил на эту версию, все субтитры, связанные с дополнением, совсем не сходятся с озвучкой. Воистину, боги милости, вы к нам, презренным смердом. Поэтому, чтобы вас особо не пугать, я лучше сверху на субтитры повешу баннер с рекламой моих стримов. Вот. Они даровали нам путь, которым можно ускользнуть от тёмного властелина. Должно быть это путь на небеса. А крылья нам дадут? Я хочу крылья. Крылья у нас будут? О, лишь бы были крылья. Ну что ж, давайте войдём в эти врата и поглядим, куда они ведут. Тут мы можем лицезреть кат-сцену, в которой некий крестьянин радостный мчится на небеса, но вместо рая он обнаруживает Саратовскую область. Короче, вместо небес тут находится самый настоящий ад, и все те дебилы, что решили от нас дать съебарей, теперь тут горят. Благо мы их можем бесконечно хуярить и мучить, они не умрут. Мы вовсе не пытались от вас удрать, честно? Не успеваем мы кайфануть с нашими селянами, как на нас нападают местные сторожилы у мертвия. Всякий плохой мудак после смерти превращается вот в подобное чудовище, так что прекращайте дрочить на My Little Pony, иначе проблем не оберётесь. У мертвые являются основным врагом в данном дополнении, и в дальнейшем нам встретятся другие виды этих чубриков. Ходим, бродим, писиумнём, говно находим и натыкаемся на полуросликов, которые решили устроить овечке с Экси Тайм. Но овечка такая говорит... Как мы можем понять из происходящего, все полурослики, которых мы убили, оказались в этом аду, или как его тут называют, бездна. Боюсь себе представить, кого мы ещё тут можем встретить. Идём дальше и обнаружим, что в этом аду также находятся ожившие тыквы, которые являются чуть ли не самыми опасными врагами в игре. Дай им волю, и они сожрут ваших прихвостней, даже не успеете моргнуть. Наконец-то мы находим нашего старого другана Мелвина, который подвергается тут пыткам через анальное обжорство. А именно ему дают еды, сколько влезет, но спустя некоторое время он буквально взрывается от переедания. Потом воскресает, подобно Иисусу Христу, и снова идёт жрать, потому что просто не может остановиться. В данной бездне мы должны использовать Мелвина, дабы решать головоломки, суть которых взрывать этим обжоры разные стены, дабы идти дальше. И если в этой локации нам достаточно подманить Мелвина к стене, то в последующих нам, допустим, надо загонять овечек в печи, чтобы их запекли и подали на тарелки около другой стены, которую нам надо ломать. Сомнительное веселье, конечно, но что поделать, ведь если бы не эта игра, я бы сейчас делал мемы и плакал. Также в этой бездне мы находим одно нововведение, которое я одобряю всеми руками, ногами и пенисом. Мы находим форму под оружие, которая позволит нам выковать какой-то уникальный топор с особыми свойствами. Из всего таких форм мы найдем четыре. Две под оружие, один под шлем, другой под доспехи. При ковке подобных элементов снаряжения нам нужны будут строго определенное количество наших прихвостней, и тут уже особо не поэкспериментируешь. Однако, у подобного снаряжения будут очень даже уникальные свойства. И я очень удивлен, почему они не сделали так раньше. Я, конечно, не против стандартного создания вещей, но иногда просто охота не думать и создать какую-нибудь клевую штуку без лишних заморочек. Относим эту форму к порталу и чапаем дальше. Снова натыкаемся на очередные головоломки с Мелвином. Нам надо заставить этого жаробаса катиться и ударяться об стены так, чтобы в конечном итоге он взорвался около нужной нам стены. Именно так и пала берлинская стена. Хотя хочу признать, что есть во всем этом что-то рофельное, что-то забавное. Например, то, что после смерти я могу оказаться на его месте, если не перестану жрать за троих. В следующей комнате нам надо гонять Мелвина подобную шарику и в игре Арканой, дабы сломать маленькие стены, за которым находятся палки для рычага, который открывает дверь дальше. Неплохо, теперь я могу катать шары не только на анимешных трапах, но и в компьютерных играх. В конце концов, Мелвина это все конкретно заебало, и он... ...сбросился в яму. Хм, посмотрим, каково Мелвину будет на диете из земли и червей. Мы в Индии и не такое едим. В конце мы находим какой-то кусок кала, который вроде является каким-то камнем этой бездны, и если мы его заберем, то это место будет наше. Однако, стоит нам подобрать эту штукенцию, как на нас натравливают кучу крестьян, которые так и норовят уничтожить этот ключик. Благо, у меня есть опыт по массовому геноциду идиотов, жители кутежа не дадут соврать. Убиваем их всех и валим отсюда. Возвращаемся в башню и узнаем от Гнарлы, что таких бездон открылось несколько штук. В лесах эльфов, в небесной цитадели, в королевстве гномов и в Рубарийских пустынях. Теперь нам надо их всех закрыть, а то что люди подумают? В первую очередь, я решил заглянуть в бездну небесной цитадели. Подходим к вратам и узнаем от местных заболдык, что все бабы взяли и ушли от них в эти врата, ибо, по их мнению, мужики абсолютно охуели. Охуели. Тут даже и не поспоришь. Заходим в эти врата и натыкаемся на катсцену, из которой узнаем, что дамы с радостью ушли от мужиков в бездну, ибо те не ценили их и все время говорили, что суккубы лучше. Поэтому эти дамочки взяли да основали тут собственную общину с мужиками-рабами и горящим в огне сэром Уильямом. Блин, это дополнение мне начинает нравиться все больше и больше. Эти дамы просят нас убить слизни, а затем убрать всю разбрызганную им слизь с помощью этой уборочной машины. И вроде бы, да ладно, хуй с ним, но самое ржекичное это то, что мы должны спиздить сэра Уильяма и посадить его в эту самую машину, дабы он крутил педали, пока не дали. И сейчас мы заставляем белого мужчину убирать сперму улитки, дабы удовлетворить прихоти женщин. Очень прогрессивно. На самом деле, эту бездну особо долго проходить не надо, ибо весь основной геймплей это двигать туда-сюда сэра Уильяма, чтобы он то газон подстарик, то снова говно улиток убрал, пока мы убиваем крыс. В конечном счете, женщины пускают нас в свое логово, чтобы мы их отпиздили и забрали обратно домой. И на самом деле, это еще та задача, ибо тут бабы будут поопаснее бухих гномов, ибо они знают кунг-фу и могут за себя постоять. Мое уважение, оверлорд был в тренде еще до того, как слово тренд вошло в наш с вами обиход. В конечном счете, мы относим всех баб обратно и идем дальше. Нам осталось забрать еще один ключ от бездны, но вдруг нам путь преграждает ебанутый умертвий рокер, который ебашит адское соло на своей гидаре косе. Боюсь себе представить, что он играл бы, если бы эту игру сделали в России, матушке. Убиваем этого Элвиса Пресли и лишаем говнолей последней надежды на возрождение русского рока. Так им и надо. Теперь нам надо забрать камень, но тут нам начинают мешать. В данном случае чертовы садомиты из Алого Ордена. Пихаем им туда, куда они заслужили, и покидаем это чертово место. Следующей нашей целью является Стемнолесье, так как тут, по слухам, тоже открылась какая-то бездна. Обнаруживаем очередной портал, в который за каким-то фигом заходят эльфы. Ну что ж, мы тоже любопытные, давайте зайдем туда. В данной адской дыре дела обстоят весьма любопытно, а именно некое существо тут ставит театральную постановку. Среди зрителей даже выседает сам месье Уберон. Однако это представление не совсем обычное, как нам может показаться. Давайте посмотрим. Да, друг мой, воистину так. Помолимся же богине-матери. Хотя она и бесчувственная шлюха. В общем, тут эльфам наказание показывает весьма оскорбительную пьесу, в которой рассказывается про вторжение гномов. Однако, данная пьеса все никак не может закончиться, так как в третьем акте должен появиться некий ужас темнолесья, но он сломан. И из-за этого все сие действие превращается в бесконечную похабную репетицию категории Г. И теперь, дабы положить всему этому конец, нам надо найти этот ужас и завершить этот блядский цирк. Спустя долгие блуждания по этому порно-театру имени Усачёва мы наконец-то находим этот самый ужас. Им является трактор Голда. Теперь лишь осталось понять, как к нему подобраться. Кстати, тут вы можете стать свидетелем того, как я за секунду проебал всех прихвостней. Можете похлопать мне по ебалу. В поисках этого трактора мы бегаем туда-сюда. Иногда бьём эльфов, иногда двигаем декорации, иногда дёргаем себя за жопу, но всё же добираемся до броневичка. Правда, есть одно но. Нам нужно найти рычаги, с помощью которых можно толкать эту бандуру. Ну, мы эти рычаги, само собой, находим, куда деваться. Вставив трактор, мы начинаем им управлять. И можете мне поверить, так и управлять этим говном всё равно, что играть в последний Need for Speed, сев на геймпад жопой. Тёмный повелитель, с помощью трактора Голда, разносит всю сцену на куски, убивает всех эльфов и ставит этот белас на край сцены. Далее, с помощью Этер-рухляди мы начинаем сжигать всё вокруг, а в особенности беднягу месье Оберона. Не знаю, как вас, а меня, как еврея, от вида горящего человека начинает флэшбэчить. После убийства Оберона мы пытаемся забрать камень, но нам, как обычно, пытаются помешать, потому что иначе никак. Но мы всё-таки устраиваем геноцид эльфов и забираем камень. После этого к нам внезапно обращается начальник всего этого бардака лично. Вижу, ты любишь томить публику. Твои действия меня забавляют. У меня ещё много бездн. Неужели ты попытаешься захватить и их со своей армией? Лава, Квард! Дослушиваем речь этого дебила и уходим. Следующим пунктом нашего назначения являются золотые холмы, ибо тут тоже открылось некое очко в ад. Находим эти врата и становимся свидетелями такого явления, как гномий около футбол. И, видимо, без Голда гномы всё-таки смогли определиться со своей сексуальной ориентацией. Убиваем всех гномов и ступаем в очередную бездну. В этом царстве огня и Содома мы так и находим золотую статую Голда, но, как мы можем догадаться, эта статуя и есть Голда. Его душа заперта здесь, ибо это его наказание за жадность. Пытаемся сломать его, но у нас не получается. Дальше мы двигаем по этим землям, пока не замечаем вот такую картину. Ясно всё снимем, убиваем очередного рокераста и забираем золото. Но настырный гном всё равно продолжает бегать за нами и золотом. Видимо, его похоть и стояк слишком сильны. Однако, стоит нам пройти рядом со статуей Голда, как гном сразу же триггерится на него. Видимо, ненависть гномов Голда намного сильнее желания снажать золотого тельца под хвостик. Я приманиваю так несколько гномов, и они начинают долбить бедолагу. В какой-то момент наше золото исчезает, а золотой гном потихоньку разваливается. Подобно надеждам фанатов Вархаммер на адекватную игру без ломания лора и прыгающих терминаторов. Не дождётесь. Под толщей золота мы обнаруживаем камень бездны, и теперь наша задача предельно ясна. Нам нужно найти ещё золотца, чтобы приманить гномов, дабы они раздолбили Голда анус. Бродим по этим шахтам и находим слизня, на котором находится мешок золота. Ну мы как бы это самое, и мешок у нас. Тихонько идём обратно, как вдруг замечаем того гомосексуапидора, который пооткрывал все эти бездны. Ты со своей армией крыс разрушаешь мои замыслы. Этих героев нужно наказать! Шёл бы ты на матерную версию слова «член, голубок», ибо последней бездной, которую я заткну, будет твой анусай, и тебе бы лучше не знать, чем мы будем его затыкать. С помощью золота мы снова приманиваем гномов, и они продолжают майнить Голда по кругу. Но этого всё равно мало, ибо золото снова исчезает, а Голда всё ещё жив. Снова ходим туда-сюда, пока не находим очередное умертвие, которое угорает над молодыми бородачами. Объясняем дохлику, что так нельзя, ибо... Все ж мы люди! ...и отбираем золотишко. В очередной раз тригерим мужчин с завода, и они окончательно задалбливают Голда по самые ягодки. После него остаётся много кусков золота и камень бездны. Однако стоит нам взять камешек, как вдруг вы не поверите, на нас нападают гномы. Неожиданно мы их убиваем и уходим отсюда. Осталось совсем немного, и близится финал всей истории. Идём в Рубарийскую пустыню, ибо тут находится последняя бездна. Правда, её можно открыть лишь с помощью тех камней бездны, что мы собрали до этого. Ставим и всех на место, и ступаем внутрь. Не успеваем мы зайти сюда, как вдруг на нас нападает целая орда у мертвей, и наша задача убить их всех. И не то чтобы это было сложно, но если вы сюда пришли не особо прокачанным, то, скорее всего, ваша гузна треснет. Но в остальном это легко главное не путаться в клавишах, когда отправляете ваших прихвостней драться. Побеждаем этих монголоидов и двигаем ногами дальше. Натыкаемся на какой-то лабиринт, но он совершенно лёгкий и на лабиринт даже не похож. Легче запутаться в своих трусах во время просмотра сербского фильма, чем тут. Чуть позже мы натыкаемся на нашего старого знакомого по имени Кан. Ага, а ещё у него от злости поменялся голос озвучки. Вокруг Кана зависают крестьяне, которых мы должны поджечь, дабы призвать ебанутого умертвия, которое доломает Кана так же, как Судья Рок доломал мою детскую психику. Теперь нам открылся путь, который ведёт прямо к храму нашего противника. Тут же Гнарл рассказывает нам про этого подца. Это храм забытого бога, повелитель. Надо полагать, мы в адской песне. Короче, раньше этот бог был супругом богини-матери эльфов, но та спалила его, когда он изменял ей с какой-то шаболдой. За это она прокляла этого дегенерата, чтобы никто не мог вспомнить его настоящее имя. Однако, поскольку мы находимся почти рядом с ним, проклятие действует намного слабее. Решаем последнюю за всю игру головоломку и наконец-то заходим в гости к этому дебилу. Знаешь ли ты, каково это, быть забытым? Было время, когда меня боялись. Моё имя произносили шёпотом. А теперь эта нахальная богиня пытается скормить его туманом времени. Хватит! Я пробужу их кошмары! Их тёмные воспоминания, они запомнят меня! И запомнят то, чего боялись! И тут начинается битва категории жопа, потому что вы не сразу поймёте, что надо делать. Когда этот дебил бьёт головой в пол, мы натравливаем наших бравых ребят, и те его бьют. Однако, в какой-то момент урон по нему перестаёт проходить, потому что иди нахуй, и нам надо заставлять его бить своей дырявой башкой все эти колонны, ибо после каждой сломанной колонны у нас получается нанести ему хотя бы какой-то урон. Таким макаром делаем несколько раз, и враг повержен. После того, как мы наносим ему последний удар, забытый бог посылает нас на три буквы, и говорит, что эта бездна теперь станет нашей тюрьмой. Повелитель пытается убежать со своими прихвостнями, но врата ломаются до того, как мы успеваем хотя бы что-то сделать. И теперь эта бездна, наш новый и последний дом. Я видел много тёмных властелинов. Они вещь переходящая. Одного из них раздавили, другого перемололи, третьего съела гигантская курица. Но должен признаться, к последнему я привязался. Может, он и сумеет выбраться из адской бездны, но... Может, нам придётся искать нового повелителя? Зло всегда находит тропинку. И это было дополнение к оверлорду, мои дорогие друзья. Я даже не знаю, стоит ли делать хотя бы какие-то выводы, ибо всё вы видели сами. Лично я получил удовольствие от игры, а также от концовки. Единственное, что было обидно, так это то, что нам тут не дают каких-либо моральных выборов, как это было в оригинальной игре. Тем не менее, тут достаточно много хороших идей, которые я хотел бы видеть в основной части игры. Так что моя оценка этому дополнению годна. Также я хотел бы сказать спасибо всем тем, кто ставил лолипопсы под видеороликом по оригинальной игре. Ваши действия сделали весьма хорошую статистику тому ролику, из-за чего начал выплывать в рекомендациях у других людей. Вы очень даже против, мои дорогие друзья. А на сегодня всё. Желаю вам всем удачи и хорошего лета. Я пойду пожру и сяду играть во вторую часть этой игры, иначе я даун. До скорых встреч, мои дорогие друзья. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok